Девочки, всем привет! Сегодня будет видео для девочек. Я буду рассказывать про свой уход за лицом, про украшения, про то, что у меня в сумочке, что я всегда с собой ношу, ну и разные там другие женские секретики. Так что, если вам такое интересно, то продолжайте смотреть. Я начну с ухода за собой, так как я начала в ванной. Я вообще очень долго ждала, когда будет хорошее освещение, когда все-таки солнце войдет в наш дом. Этого не случилось, поэтому я так примерно направляюсь к окну, который у нас есть в ванной, вам буду отсюда вещать. У меня вообще есть очень подробное видео на канале, я оставлю ссылку про мой уход вообще вот с утра до вечера. Там прям каждая мелочь. Там, по-моему, я даже на расческу ссылку оставляла. Так что, если вы хотите поподробнее, посмотрите. А я сейчас вам хочу показать продукты, которые я уже покупаю не в первый раз. Они заканчиваются, покупая новые, они заканчиваются, покупая новые. Начну с увлажняющего крема. Вот такой вот крем от Pixi. У меня две коробки его лежит, не открытые еще. Вот именно на тот момент, когда он закончится, я их достану. Крем с керамидом или керамидовый крем, я не знаю, честно говоря, как правильно называется. Но вот он настолько увлажняет кожу. Я, честно говоря, даже не понимаю, за счет чего он так действует. Он прям как-то оставляет эту влагу внутри. Ни один другой крем так не делает. Она прям какая-то становится, как будто он туда доставляет эту влагу. Она прям становится такая напитанная. Всего лишь увлажняющий крем. Такие вот чудеса делает. Поэтому я уже года два, наверное, ему не изменяю. И утром, и вечером. Потом утром я обязательно использую витамин С. Мой любимый от Drunk Elephant. Но я сейчас нашла, что The Ordinary тоже делает витамин С. И я хочу их попробовать. Вот он у меня закончится. Хочу заказать и попробовать тот тоже. Потому что, надо сказать, он в разы дешевле. Drunk Elephant довольно дорогой. И если тот работает так же классно, то какая разница? И от The Ordinary еще у меня два ухода вечерних, которые я очередую. Один день я пользуюсь вот такой вот кислотой. Тоже уже в который раз покупаю. Это у меня прям основной уход за кожей. Это то, что делает мою кожу очень хорошей. Чтобы мне косметолог говорил, я не знаю даже, что тебе делать о хорошей коже. Моей такой склонной к сухости кожи это очень подходит. И в другой день я использую ретинол. Их нельзя использовать вместе, иначе они обнуляют эффект друг друга. Но вот так вот день через день или хотя бы с разницей в час. Но с разницей в час неудобно. Поэтому я один день кислота, один день ретинол. У нас максимальный процент ретинола, который продается, это 1%. Я бы, наверное, попробовала и два. Но в Швеции недоступен. Это прям мои мастхэвы. То, что я в первую очередь куплю, если вдруг у меня все потеряется. Кожу я очищаю вот такими салфетками. Это просто такие специально микрофибровые салфетки для очищения кожи лица от макияжа. Ее намачиваешь, вот так вот смываешь. Все сходит. Прям кожа скрипящая после нее. Без каких-то даже средств. Поэтому вот эти вот средства, вот то, что я вам сейчас показала, это прям супер. Да, и крем для тела. У меня вот такой лосьон для тела Аку. Это шведская фирма. Она продается просто в аптеке. Он без запаха, сильно увлажняющий. Я их покупаю просто вот эти вот в упаковке. Иногда там три по цене двух. Я их покупаю практически оптом. У меня всегда есть запас. Одна помпа на руки. Одна помпа на переднюю часть тела. Одна помпа на заднюю часть. У меня прям так все чик-чик-чик. Рассчитанно, быстро наносится. Мне нравятся вот именно бутылки с помпой. Ими легче наносить крем для тела. Мне нравится, что он не пахнет ничем. Я бы, наверное, взяла запахом только такой крем типа Бюредо. Или вот именно что-то из парфюмерных домов. Но они обычно... У них больше аромат хороший, чем увлажнение. Сколько вот у меня Бюредо крем для рук. Они такие очень посредственные. Пахнут классно, а эффект увлажнения не очень. Поэтому не перфюмированный для меня прям самое подходящее, чтобы не смешивать разные запахи. И также еще по утрам у меня такая рутина. Я иду, занимаюсь спортом. Делаю там либо зарядку, либо растяжку, либо силовую, либо кардио. После этого прихожу, чтобы искупаться в ванну. И перед тем, как купаться, я делаю себе массаж лица обязательно. Я делала вот этим массажером гуаша. Я взяла, потому что он у меня в душ лежит, у меня был каменный, он упал, разбился. И я взяла вот такой вот стальной, самый прочный. С ним ничего не случится. И им классно еще делать и массаж тела. Живот, например, убрать, какие-нибудь отеки или разогнать лимфу. Ну, в общем, такая вещь. И можно и лицо поделать. Но, честно, я люблю делать массаж на лицо, руками. Вот в этот, когда ты делаешь пальцами, ты больше чувствуешь все эти моменты. Такое ощущение, что ты глубже прорабатываешь, чем камушком гуаша. Хотя я тоже иногда делаю, когда, наверное, быстрее, может быть, хочется или еще что-то. Просто для разнообразия. Но пальцами именно все вот это прочувствовать, разбить, это... Пальцы ничто не заменит. Ну, вот, например, когда я делаю массаж шеи, то мне пальцами сложнее. Вот именно у меня не такие сильные пальцы, как у профессиональных массажисток. И поэтому здесь мне помогает как раз камушек гуаша, который прям, да, чувствую, как он разгоняет кровь, пригоняет ее в голову. С остальными какими-то средствами я экспериментирую. Но вот то, что я вам показала, это прям мой must-have. Массаж для лица – это, конечно, хорошо. Особенно массаж шеи, потому что вообще молодость лица зависит от кровотока. Если кровоток нарушен, если в шее что-то зажато, не видать. Ну, вот, в общем, привет морщины, привет вот этого дряблости. И когда мы спим, тоже важно, чтобы мы лежали в правильном положении, чтобы ничего не перекрывало. Кстати, спать на животе вообще очень вредно, потому что там все пережимается, кровь поступает хуже. Не говоря уже о том, что остаются следы на лице, когда ты спишь в подушку, все вот эти вот заломы, морщины. Когда мы спим, кладем лицо неправильно, получаются заломы такие на лице. И если в этом положении мы спим каждую ночь, да, как мы привыкли, как нам удобно, то эти морщины, эти заломы становятся как мимическими морщинами, они остаются с нами постоянно. Если мы спим постоянно вот так вот, то носогубка еще глубже становится. Вообще женщины тратят столько денег на то, чтобы намазаться кремами, уколоть ботокс, вкачать гиалуронку. Сколько денег это стоит? А все, что нам нужно, это просто наладить кровоток. И кожа будет гладкая-гладкая. Переходя к главному, я хочу рассказать про подушку, которую я недавно получила. Beauty Sleep Omnia. И я на ней сплю уже несколько недель. И я вот перед тем, как снимать это видео, я ее отгладила, решила не спать, чтобы с утра снять красивое, красивое видео. И эту ночь я страдала. Мне было неудобно. То есть я уже настолько привыкла к хорошему сну. На обычной подушке, я ее везде, видимо, с собой буду теперь возить. Эта подушка ортопедическое изделие, зарегистрирована Росздравнадзором. Безопасно, снимает мышечное напряжение. Материал подушки адаптивная пена Memory Foam. В комплекте идет наволочка из тенцеля. Очень приятная, она не цепляет ни волосы, ни кожу. Очень комфортное прикосновение. Ее хочется трогать и трогать. На этой подушке как удобно спать. На спине идеально. Идеальное положение тела получается. Так и на боку. Если вы любите спать на боку, то никаких заломов у вас не получится. Посмотрите, как ровно часть лица, начиная от щеки, вся падает вот в эту выемку. И она буквально ничего не касается. Она просто вот парит в воздухе. Вы лежите на ухе, а вся эта часть остается неприкосновенной. Это просто обалденное ощущение. Промокод Настя дает скидку 7% на все подушки, одеяло, шелковые изделия на сайте. И действует он только неделю. Поэтому не задумывайтесь слишком долго. У вас только неделя, чтобы приобрести такое чудо. Ссылку оставлю внизу, в описании. У меня тут происходит баттл из челка. Я пытаюсь разные способы, пробую, чтобы ее уложить так, как она лежала. У меня я никогда, ну, в общем, много-много лет не пользовалась фиксатором для волос, спреем, как его называют, лак. И вот я сегодня впервые заказала, потому что я чувствую, что мне бы хотелось, чтобы это вот лежало. У меня вот эта вот правая часть, она постоянно обвисает. Они почему-то разные. Попробую с лаком. В общем, хочу перейти к моему повседневному макияжу, что я обычно делаю. Вот на каждый день я даже не наношу никакой тон. Но сегодня нанесу, потому что еще вечером мы идем с девочками в ресторан. Если я наношу тон выравнивающий, это вот такой вот Эрбориан классный. Я покупаю зеленый, потому что если есть какие-то покраснения на коже, то он их выравнивает. Не убирает текстуру кожи, да, он не закрывает никак текстуру кожи. То есть такое ощущение, что у тебя на лице ничего нет, но она ровненькая, как отфотошопленная. Это можно делать и кисточкой, и рукой, как хочется. У меня все кисточки, надо их помыть, поэтому я делаю сегодня рукой. С моей челкой лоб можно даже не трогать. Так, сейчас я заколю ее. Блин, переборщила. Кстати, вот я сейчас переборщила с кремом, сняла его на бумагу. Видите, он сначала зеленый, а потом становится таким коричневым, ну не коричневым, бежевым. В общем, подстраивается под цвет кожи. Это единственный тон, и там какие-то умные частички, которые сами подстраиваются под кожу. Он не может быть ни слишком светлым, ни слишком темным. Должен быть идеальным. После того, как я нанесла тон кожи, у меня обязательный пункт идет NYX клей для бровей. Что я делаю? Я наношу сначала против роста, вот так вот прям их взъерошиваю, чтобы они все покрылись этим гелем. То есть я вот так вот эту бровь оставляю, чтобы он немножечко подзастыл, да, был не таким жидким. И после этого начинаю ее расчесывать вверх, первую бровь, пока вторая застывает. Пока я не увижу, что вот сейчас они лежат так, как мне нравится. И после этого я беру и прижимаю, вот так вот пальцем их как бы приплющиваю, фиксирую. То же самое со второй. Таким как валиковым движением. Так, у меня есть карандаш-фломастер от Urban Decay для бровей, но я им не буду сейчас это делать. Вот именно фломастер не работает на геле. Они просто не красят по гелю, поэтому этот гель должен высохнуть. Пока он сохнет, я сделаю макияж глаз. О, какая у меня большая кисточка. Про нее там было? Можно ей пудру так наносить. Кисточка от Мак еще просто древнейшая со времен, когда появилась Крыгина на телевизоре. У меня несколько вот таких вот карандашей разных. Тени, такие влажные тени. У меня глаза немножечко зеленые. Они отдают зеленью, если это подчеркнуть, например, чем-нибудь розовым или сиреневым цветом, тенями. И вот эти вот как раз сиреневым я когда добавляю, то особенно при дневном свете зелень подчеркивается. Просто вот так вот наношу. Причем лучше с открытым глазом, чтобы видеть границу. Особенно когда века низкая, верхняя, лучше с открытым глазом наносить тени. И растушевываю. Растушевываю, причем внутрь глаза вот так вот. Не туда, а внутрь. То же самое делаю с нижним беком. Немножечко наношу. И тушь. Тушь у меня несменная тоже. Я ее нашла не так давно и до сих пор обожаю. Она снимается теплой водой. Вот таким вот чулочком. Я только такой тушью могу пользоваться. Если это обычная, которая размазывается, она у меня точно окажется в глазу. Потом ее оттуда выковыривать. В общем, это вообще не мой вариант. И также для меня важно, чтобы косметика не испытывалась на животных. Долго пришлось выбирать вот именно та, которая не испытывается на животных. И снимается чулочками. Их оказалось не так много. И вот Тарт сделал такую тушь. Я теперь тоже покупаю ее оптом. Кстати, нижние ресницы я не крашу, потому что они у меня как-то здесь близко расположены. Они сами по себе довольно длинные. Если я их накрашу еще, они с верхними начинают цепляться друг за другом. Я это чувствую. Это очень неудобно. Мои любимые румяны – это Hourglass. Называется цвет Flash. Вообще-то я люблю холодные цвета. А этот, на удивление, он такой довольно теплый. Но когда я его наношу на лицо, он не выглядит теплым. Он прям выглядит очень натуральным. И его надо прям чуть-чуть. У меня же знаете, сколько времени это? Вот. Дальше беру свой фломастер для бровей. Пришло их время. И как бы это показать начинаю. Просто вот так вот легкими движениями прорисовывать. Просто чтобы добавить текстуры и заполнить какие-то места, которые даже татуажем не заполняются. Вот такое бывает. Мне много не надо над ними работать. Так, буквально чуть-чуть. Густые брови – это подарок. Хотя в детстве меня дразнили за густые брови. Блеск для губ. У меня это Lora Mercier. Цвет называется Sugar Plum. Он таким блеском отливает. Прям весь такой перламутровый. А сам цвет холодный. Что мне подходит как раз. Мне теплые цвета помады вообще не подходят. Теплые цвета теней мне тоже не подходят. Я, кстати, скоро буду делать расхламление. И вот эта вот замечательная палетка Charlotte Tilbury – Pillow Talk. К сожалению, слишком теплые цвета. Я только наношу, мне так ощущение, что я болею. Как будто синенький под глазами. Хотя красивые цвета. Сегодня у меня будет вот такой парфюм. Eves Saint Laurent Libre. Не поймешь, куда брызгает. Макияж готов. А, да, что еще забыла. Сейчас просто у меня, видите, нет синяков под глазами. Как ни странно. Но вообще, когда они у меня есть, у меня такой корректор для глаз. Бека. Его больше не продают. Его больше не делают. По-моему, вообще Бека закрылась. Но вот он такого цвета. Светло-розовенький и с мерцающими элементами. И я просто вот так вот наношу под глаза. Даже если нет синяков, все равно он как-то освежает вид. Все равно под глазами всегда чуть темнее. И фильтры все в Инстаграме, в ТикТоке. Они как раз, почему делают вас моложе? Потому что они осветляют вот эту часть под глазами. Это сразу такой эффект. Я не знаю, видно на камере разницу? В зеркале прям видно. Но на камере, может быть, нужно больше слой в жизни. Глаз лучше воспринимает. А еще такой массажик, пока наносишь. Сразу свежее вид. Ну все, я готова. Я собралась уже вечер. И собралась уже на ужин. Пойду вот так, в таком виде. Кстати, я еще взяла с собой бенгальские огни. Так как сегодня старый Новый год. Вдруг мы после ужина с девочками захотим зажечь. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И потом в один день какой-нибудь иду и складываю все эти украшения обратно по местам Познакомлю вас с моими украшениями, я уже когда-то делала очень давно, с тех пор, конечно, у меня сильно обновилась коллекция И, наверное, расскажу тоже, как я их выбираю Я выбираю то, что я буду носить, если у нас с вами похожий вкус, если вам нравится, что я выбираю, то, может быть, вам будет полезным Мои колечки обручальные и помолвичные Дальше Вот у меня колечко, которое я недавно только купила Я его ношу на большом пальце Но я его один раз только надела, я не знаю, даже будет оно оставлять какие-то следы, пятна или нет Потому что купила я его на тему за 3,5 евро Мне вот именно понравилась форма, что такие вот гладкие кончики Я понимаю, что оно будет раздвигаться и, в принципе, пойдет на любой палец Вот на большой, например, из-за этих кругленьких кончиков не будет ни за что цепляться, ни за колготки Потому что у меня есть похожее кольцо, серебряное, от российского дизайнера Я его давно покупала, но оно очень красивое Но из-за этого кончика острого оно за все цепляется Вот этот острый кончик просто за все цепляется Колготки, свитера А так, конечно, у него и цвет такой классный Мне прямо оно очень нравится У меня вообще не так много колец, потому что я не так часто их надеваю В повседневной жизни, если я никуда-то не наряжаюсь, не собираюсь Я предпочитаю не надевать кольца, потому что я люблю помыть руки и помазать их кремом А если на пальцах кольца, как их мазать кремом, я не знаю Тогда все кольца будут в креме И вода попадает под кольца, в общем, нужно как-то это вытирать Знаете, такое вот OCD как-то Какой-то моментик, вот именно мой личный Никто это, наверное, не занимечает больше Вот такое вот еще у меня есть кольцо Тоже я его покупала на Poison Drop Причем в физическом магазине, когда я была в Питере Я его померила И мне оно прямо очень понравилось Смотрите, какое крутое Ни из какого ни серебра, я не знаю, какой-то сплав Еще у меня есть вот такое кольцо, которое вообще на самом деле не в моем стиле Но я его купила, и оно мне напоминает о том, как мы с мужем ездили в Лас-Вегас Он, пока я спала, играл Выиграл там какие-то деньги В общем, мы пошли, потом купили туфли И вот это вот кольцо Gucci я выбрала Хотя оно такое... Я бы сейчас его не стала покупать Вот я расскажу почему Во-первых, посмотрите на нем Очень много камней Что не совсем вот то, что мне нравится Тем более они все разного размера В разноброс расположены Нет ощущения аккуратности от кольца Какое-то оно то ли в стиле боха, да, наверное Все вот эти вот винтифлюшечки Я такое никогда бы больше сейчас не стала покупать Когда-нибудь с чем-то я его надеваю Но то есть сейчас бы я такое не выбрала Из-за вот этих вот всех витиеватостей Я выбираю очень лаконичное украшение Как вот это вот кольцо Или, например, мне очень нравится Вот эта вот подвеска в стиле морском Это от Zara Была коллекция, которую так быстро разобрали этим летом Очень классно сделала Прям канат прям такой добротный И металл этого солнца Тоже с ним ничего не происходит Он не обтирается Но я его, конечно, не так часто носила И выглядит летом просто супер Не отличишь его, что это Zara Или что-то его ничего не дешевит Оно прям выглядит очень хорошо И опять же, да, нет никаких там камней И вот эти вот витиеватости Они все равно выглядят лаконично Потому что они как бы солнечные лучики Нет загогулинок никаких Все ровненько Что у меня еще из любимых украшений У меня есть еще вот это вот От Vivienne West Вот колье Это имитация жемчуга Я не знаю, это, наверное, то ли пластиковый То ли, может быть, из чего-то еще сделано Честно говоря, я не уверена И посерединке вот этот вот их логотип От Vivienne West Вообще, жемчуг И имитация жемчуга У них есть очень большой шанс Придать вам такой десяток Или больше даже лет К вашему возрасту Но если у вас есть какие-то Жемчужные нити Я бы советовала их носить Не просто классическим образом Да, с черным платьем нить А добавить к ним каких-нибудь цепей Чем-то их разбавить Вот, например, здесь именно этот логотип Да, эта эмблема Она разбавляет вот эту жемчужную нить Если бы это просто был такой жемчуг Это было бы несколько более классически Хотя, конечно, в принципе, если это как чокер То это тоже придает такой современности Да, чисто как бусики Это прям такая классика Которая при неправильной какой-то стилизации Может действительно Ну, прибавить возраст Нам обычно этого не хочется Еще у меня есть такое колечко из бисера Которое я сделала сама два раза Оно у меня так не получалось Мы на мастер-классе с девочками делали И в итоге мне Катя отдала свое Которое она делала Она такая на резиночке Летнее кольцо О, еще у меня вот такой вот браслет От Arkit Я его прям вот так вот высоко надеваю Надо было, наверное, два даже взять С летним каким-то платьем Вот на Мальдивах я тоже его носила Выглядит прям супер Он так светится Красиво очень на руке Так, ну тут разные кожаные браслетики Я просто их не буду сейчас показывать Потому что я их не так часто ношу Сейчас, в последнее время Почему-то я кожаным браслетом не тянусь особенно Что у меня тут еще из интересного А, ну вот мои любимые серьги Которые я прям часто сейчас надеваю Это вообще серьги от H&M Вы видели их на новогодний прямой эфир надевала И вы знаете, вот ты надеваешь простой Обычный какой-то джемпер Яркие какие-то серьги Такие блестящие Не из-за камней Я не очень люблю, когда сильно блестит из-за камней Когда много камней Вот это вот не моя тема, как я поняла А вот именно блестит металлом таким Сразу поднимается образ на новый уровень Очень здорово выглядит Потом у меня есть вот такие Вот еще мои любимые сережки Это мне подарили девочки на день рождения И в Сен-Лоран Сережки в стиле ботегови 3,5 евро на тему О, вот еще, кстати, у меня очень любимый каф Я его больше летом ношу Потому что зимой это сцепляется за что-то Это мне подарила Зуля Подружка моя из Дубая И если какие-то маленькие лаконичные украшения Вот этот каф прям мне очень нравится Тут разные тоже кафы Вот, например, мне очень нравятся эти серьги Просто как серьги Посмотрите, какие крутые Да, прям яркие Но на них столько камней Вот для меня это прям, знаете, я вот не чувствую этого Для меня это явный перебор И вот такие вот тоже мне подружка дарила Тоже для меня такие яркие Я их иногда надеваю, думаю, боже, какая я яркая Я не привыкла, наверное Сейчас в Швеции немножко другой образ жизни И мне непривычно Потом я люблю такие обыкновенные камушки Это сваровские Просто вот такой вот кристалл в ухе На каждый день я обычно надеваю их У меня плюс еще есть маленький камушек Который второй потерялся, один остался Тоже такая маленькая сережка И вот эта вот моя любимая серьга Это амбуш Она продается одна Я ее просто обожаю Я ее... Ну вот это вот я ее ношу каждый день А сегодня что я надену? Вот, кстати, эти сережки Я давно уже не носила Мне подружка их дарила Сейчас вот мне к этому образу Очень замечательно подойдут Я просто сегодня в таких серых брюках Надела майку под поло Вот такие серьги, которые не слишком И в то же время разбавляют мой такой серый образ И не слишком большие, яркие Кстати, надо мне ремень надеть Вот такой вот ремень Очень классный Потому что он очень геометричный Острой формы И мне это идет Ну все, пошлите на балет А, да, и забыла рассказать про часы Часы, которые мне подарил муж в Лондоне Я очень их люблю Я их ношу постоянно Наверное, поэтому я сейчас не ношу столько браслетов Потому что мне главные украшения Мне так нравятся, как они смотрятся Во-первых, я люблю часы с металлическим браслетом Чтобы он тоже был довольно лаконичный Видите, здесь единственное Что фактура придается матовостью и блеском металла Все остальное, она прям такая вот ровная, лаконичная Я, как вы поняли, лаконичная Это первое слово, когда я выбираю украшение Оно должно быть такое как бы чистое Ну вот прям Мне даже не нравятся часы, которые с камушками Вот так вот украшены Для меня это прям как будто плохой тон И что еще мне нравится в этих часах Что у них голубой циферблат Это придает такой контраст Я люблю носить бежевую одежду, серую одежду Вот с любой Вот этот вот голубой циферблат Необычный Обычно они какие-нибудь серые, черные, белые Но на самом деле вот этот голубой Он такой же нейтральный Он подходит ко всему Что я розовый пиджак надену Что синее, что красное Он будет красиво смотреться Он такой нейтрал Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я покажу кое-что Посмотрите, какое идеальное яйцо Просто я обожаю вот такую вот смятку Мне понравилось кофе без кофеина Вот я пью Dicaf И вообще очень вкусненько Хотела поболтать с вами немножко Второй день у меня такое подавленное настроение Я получаю разные комментарии Под видео про Миану Я вообще сняла это видео Где я рассказываю про то, что случилось Для тех людей, которые видели Миану В моих влогах Которые знают меня, знают нашу семью Мой канал, он лайфстайл Он про мою жизнь А не какую-то конкретную тему И я там обхожу свою личную жизнь Нет, он про все Я вот довольно открыто его веду Я бы не хотела, чтобы хейтеры это как-то меняли Все-таки Потому что, да, когда получаешь такие комментарии От людей без мозгов То хочется закрыться Но я с этим тоже работаю И получилось так, в общем, что начали смотреть люди Которые совершенно нас не знают Я не знаю, почему это видео оказалось настолько интересным Кто-то, может быть, ищет какой-то поддержки У них тоже потери произошли в семье А кто-то хочет просто позлорадствовать Написать просто невероятные вещи, пишут И мне в данный момент, наверное, я последний раз говорю об этом Потому что я вот эту тему хотела бы закрыть Я могу бороться с хейтерами Как бороться? Прорабатывать вот эти вот свои чувства А почему меня это задевает? Почему меня это задевает? И просто работать со своими чувствами И это очень помогает мне в моем личностном росте Но когда речь идет о потере близкого человека И вылезают такие монстры Просто я не знаю, откуда они взялись Я не хочу это прорабатывать Сейчас у меня на это нет силы Я не готова это ни слушать, ни читать И действительно, вы знаете, очень много хороших в комментариях Но вот эти вот плохих, они же просто ранят в самое сердце Ты думаешь, что за нелюди? Ну вот честно Я не готова с этим бороться Я заблокировала Я в жизни столько людей не блокировала, как в этот раз В общем, в связи с этим я просто хотела сказать, что Я не буду больше упоминать имя Мианы в своих влогах Потому что мне тяжело читать вот эту вот фигню Которую пишут идиоты В таких ситуациях воспринимаются слова только поддержки Когда люди говорят хорошие слова Вы это уже, скорее всего, не найдете Я очень много что удалила Удалила вообще этих людей с канала Но такая дичь Когда ты пытаешься окружать себя людьми полными любви Добрыми, отзывчивыми А потом ты видишь вот это вот нашествие саранчи Я в растерянности Я не понимаю, как можно быть настолько бесчеловечными Мне в данный момент довольно сложно открываться И потом получать вот такой вот фидбэк Поэтому, наверное, в следующее видео хочу несколько Ну, сконцентрироваться только на позитивном И вот эта вот часть на данный момент Пока я не стану сильнее Часть слабую себя Я ее пока припрячу Я не хочу закрываться от моих постоянных зрителей Просто вот в данный момент Ну, чтобы, в общем, мне легче было Для себя я это сделаю А потом посмотрим Ну, вот, свои чувства я хочу поберечь Я хотела вам показать Что у меня находятся сумочки И как я организую внутри То есть я периодически меняю сумки Я взяла одну, взяла другую в другой раз И вот это, знаете, перекладывать Бальзам для губ, помада Тут эти штучки Эти штучки каждый раз рассовывать по карманам Это, во-первых, много времени занимает Во-вторых, ты тратишь на это внимание И думаешь, это я не возьму А потом думаешь, блин, что я не взяла Вот сейчас эта штучка там нужна Например, какая-нибудь мелочь Метод, который работает для практически любой сумочи Из моих сумочек Сейчас покажу, что у меня там У меня есть видео на канале Про коллекцию моих сумочек По-моему, с тех пор-то и не изменилось ничего особенного Я больше не покупала никаких Кроме вот этих двух Я их сейчас как раз покажу И эти две сумки Те сумки, с которыми я вот этой зимой хожу постоянно Бренд ATP Шведский У него ручки регулируются в разные стороны Но проблема в том, что мне нужно им написать Что эта клепка постоянно отстегивается Она просто не держится Она отстегивается, как только я ее вешаю на плечо И это, естественно, ужасно неудобно Не хочется даже тянуться за эту сумку Потому что она постоянно расстегивается Возможно, они смогут починить Поменять заклепки Вообще, мне она очень нравится Такого нейтрального цвета Необычный клапан Кстати, сумка с клапаном всегда выглядит дороже, чем сумка, которая застегивается сверху Вчера я как раз ходила с ней на балет И вторая сумка у меня вот такая Это из плащевки, знаете, такой откос Она просто как подушка Я ее обожаю В нее помещается мой лаптоп, если я куда-то еду Здесь такие три отделения Одно сбоку поменьше Одно такое огромное И маленькое отделение на замочке Где, там, можно сложить ключи И кошелек с карточками Здесь у меня пусто У меня здесь все время лежат варежки Такие кожаные варежки Внутри шерстяная вязаная штучка И в них очень тепло И также у меня здесь есть сумка для шопинга Если я зайду в продуктовый и забыла с собой взять, например Ну, чтобы у меня все время была Чтобы не покупать пластиковый пакет Видите, вот такая Даже лаптоп в нее помещается А можно еще и через плечо В общем, это прям супер Я когда наряжаюсь Куда-то мы идем с девочками или с мужем Я могу брать другие сумочки Но вот эти вот у меня просто на каждый день Что находится здесь? Здесь тоже большое отделение И малюсенькое отделение Вот, смотрите Опять открылось Почему? Я даже... Бесит В общем, что у меня здесь сразу? Кошелек с карточками Я... Немножко наличных Но вообще, обычно у меня даже нет наличных Все у нас все оплачивается карточками Монетки я... Я даже не помню, видела ли я здесь монетки Мне кажется, если мне показать наличными кроны Я их не узнаю Потому что настолько редко я их вижу Покажу вам Вот у меня есть 50-500 крон Биргит Нильсон Вот Знаете, если позвонить в банк и сказать Я хотела бы положить наличные на счет Или снять наличные Они скажут Не знаю Не знаю, что делать Представляете, банк зачастую просто не сможет в этом помочь Я звонила и спрашивала Как мне положить наличные на счет? Они говорят У нас нет такой услуги Так вот, в Швеции мы живем Ключи Здесь они у меня болтаются Ключи от дома А здесь лежат ключи от моей машины И от машины моего мужа Полстар Это не основной ключ, а маленький С ним можно открыть Дверь закрыть Дверь на нем нет кнопочки Но он такой малюсенький прям То есть я все время могу подойти и открыть Хотя можно на Полстар Это электромашина Можно там даже телефон запрограммировать Как ключ к нему Подходишь и он открывается Так, дальше у меня здесь СНУС Балуюсь сейчас И вот такая вот сумочка Которую я купила на тему Если я найду Какое-то более хорошего качества Я, естественно, заменю Это какой-то там дермантин Но она работает Она делает свою функцию Потому что она может быть плоской Если в ней ничего лежит Она может немножко раздуться Если нужно Она открывается вот таким вот образом Вот просто так нажимаешь И вот здесь все, что у меня лежит Что я с собой ношу? Во-первых, наушники AirPods Если я еду в город Выхожу из машины Мне нужно куда-то пройтись Я люблю поставить музыку Какую-то классную И если я забыла наушники То мне очень жаль Также у меня здесь Бальзам для губ Это самый лучший Бальзам для губ в мире Я не знаю Я перепробовала разные Это так увлажняет Как никто Дальше Дезинфектор для рук Это от Han Мне нравится Что упаковка такая Плоская Удобно Так дальше У меня здесь есть Такой пакетик С зубочистками Самые лучшие зубочистки Кстати, вот этими деревянными Не рекомендуют Стоматологи выковыривать Потому что Если постоянно Ими пользоваться Они создают карманы Десну повреждают А вот это вот Как нитка Флосс Очень удобно Так У меня здесь также есть Еще одна Обезболивающая таблеточка Было две Крем для рук Обязательно Атрибут зимы Осени Летом Может быть не так важно Но вот зимой Если я помыла руки И не помазала Руки кремом То все Они у меня Сухие Даже телефон Выпадает из них Так Это у меня Блеск для губ Также у меня есть Такая невидимка Для волос Точнее не невидимка А заколка Это если Ну прям вот Надо мне заколоть волосы У меня была просто Такая ситуация Когда мы с Ярма Были на Мальдивах Я играла в бильярд И у меня вот эта вот челка Она как-то так была уложена Она опускается Я смотрю Пытаюсь нацелиться на шарик Да Прицеливаюсь Смотрю на него А у меня челка все закрывает И не видно Я думаю Чтобы Вдруг Мне будет мешать челка Чтобы ее можно было Просто взять и заколоть Также у меня есть Зеркальце Такое Вообще-то я его покупала Я думала, что оно будет большое Что я его буду брать с собой В путешествие И так поставлю Можно будет краситься Где удобно Но оно оказалось очень маленькое Что только можно с собой взять сумочку Также у меня есть духи Здесь Реплика Flower Market На самом деле они прям Летние Ой, цветочки-цветочки А еще у меня вот такая вот Штучка По-моему, я ее как-то показывала И в ней лежат вот такие вот Малюсенькие Наушники И вот когда Ты заходишь в какое-то место Где слишком громко Уши Чтобы защитить Я вот так вот вставляю Эти штучки И все И мне не громко Иногда на спектакле Очень громко поют Вот как раз в Лондоне Так было на мюзикле Я не выдержала Я поставила эти штуки И мне слышно все Поют Ну просто приглушенный звук Такой, который не вредит ушам Это на самом деле Очень крутая вещь Особенно если вы ходите По каким-то мероприятиям Клубам или дискотекам Это вообще точно нужно иметь Потому что когда Я помню Я ходила по клубам Оттуда выходишь И у тебя в ушах Еще какое-то время звенит Ну это ненормально, конечно Мало места занимает Это называется Луп По-моему это тоже Шведская фирма Видно, да? Название на коробочке И все Больше здесь ничего нет Здесь очень удобно Вот так вот Эти вот Два кармашка Где они? Вот здесь Так, сейчас обратно Все сложу И вот эта сумочка Помещается В любую Мою сумочку Практически Вытащила отсюда И переложила То есть мне нужно Вытащить все время Это Ключи И карточки Все Также у меня есть Вот такая вот Сумочка поменьше Точно такая же Но меньше И в нее я складываю Мелкие аксессуары Например, если я знаю Что я буду снимать Что-то для влога Я беру с собой микрофон А вот эта вот Махнушка Она не помещается На микрофон Хотя я сейчас Вот приспособилась Его так прятать Ну, в любом случае Какие-то мелкие аксессуары Я сюда скидываю Которые мне нужны Вот именно На какой-то данный период И тоже кладу Чтобы они Не разбрасывались По сумочке Ну, такой еще один Органайзер Еще, ребят Хочу вам сказать спасибо Всем, кто написал С идеями Что мне показать О чем рассказать Я взяла себе на заметку Я сделала скриншоты Выписала И в ближайших видео Я постараюсь на все ответить Например, вот в этом видео Тоже я показала И свои украшения Которые вы просили В следующем видео Я буду тоже рассказывать Про стиль в одежде Как я пришла к своему стилю Может быть, вы что-то Для себя из этого почерпнете В общем, я пытаюсь Следующее видео Сделать тоже таким интересным Но как-то сделаю так Чтобы вам было не скучно Вот посмотрите Насколько у меня получилось И подпишитесь Чтобы вам напоминание пришло Спасибо, что смотрели Это видео Надеюсь, вас это развлекло Подняло настроение А я увижусь с вами На следующей неделе Пока-пока